В эфире РБК Региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Начальником Федерального управления автодорог при Урале назначен Денис Абрамов. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Денис Абрамов руководил управлением в статусе исполняющего обязанности с февраля текущего года. Ранее работал первым заместителем главы администрации закрытого образования Циолковский в Амурской области. Новый руководитель окончил Российскую академию народного хозяйства и Северо-Западную академию госслужбы при президенте России. Трудовую деятельность начал в 1997 году в качестве диспетчера Удмуртского автодорожного предприятия. С 2012 по 2018 годы возглавляло агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области. В Белорецком районе тушат лесной пожар. На данный момент огонь локализован. Жители близлежащих сел безопасности сообщили в Госкомитете ПЧС. Всего за минувшие сутки на территории Белорецкого, Мечтлинского и Краснокамского районов произошло 9 лесных пожаров. Огнем охвачено 38 гектаров площадей. Кроме того, за сутки зарегистрировали 24 случая горения сухой травы на общей площади 18 гектаров. Все пожары ликвидированы, угрозы для населенных пунктов нет. В Белорецком районе пожар продолжает действовать. На его тушение задействовано необходимое количество сил и средств. У нас по всему Белорецкому району установлены карты, прошу прощения, камеры лесохранителя, которые демонстрируют, что ситуация спокойная. Напомню, сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Нельзя разводить костры и ходить в леса. Нарушителям грозят штрафы. Так, для жителей они варьируются от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Правительство республики утвердило порядок предоставления субсидий на развитие пчеловодства. Средства выделят из региональной казны. Постановление опубликовано на портале правовой информации. Претендовать на господдержку смогут сельхозтоваропроизводители, за исключением самозанятых и граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство. За счет субсидий можно возместить часть затрат колодно-бортьевого пчеловодства на покупку племенных и товарных пчел башкирской популяции, а также колод для них. Кроме того, часть расходов на проведение экспертизы меда и генетического материала пчел возьмет на себя государство. Субсидироваться будет до 50% затрат. Максимальный размер одной субсидии в денежном выражении в постановлении не указан. Надо поддержать, во-первых, бортевиков вот этими субсидиями, которые уже много-много лет из поколения в поколение занимаются. Тогда они увеличат количество и бортевого нода, который, кстати, очень популярен на Ближнем Востоке, во всяких арабских странах. Там почему-то они от него очень балдеют. Цена у него доходит астрономических цифр. 16-20 тысяч продается килограмм. По мнению эксперта, благодаря субсидиям удастся продолжить изучение свойств бортевого меда. Исследования ученых также будут способствовать развитию отрасли. Ранее в правительстве республики сообщали, что в этом году на поддержку бортевого пчеловодства выделят 20 миллионов рублей. К нацпроекту «Производительность труда» с начала этого года присоединились 8 республиканских предприятий. Теперь их 158. Об этом сообщили в Минэкономразвитии Башкортостана. Участники программы могут закрыть сразу несколько потребностей. Эксперты регионального центра компетенции помогают внедрять технологии бережливого производства, максимально оптимизировать процессы и улучшить качество товаров. Кроме того, это финансовая поддержка от Федерального фонда развития промышленности и снижения налогового вычета на прибыль. Министерство промышленности отметили, что Башкортостан является одним из лидеров по привлечению финансирования. Поддержку уже получили 125 региональных проектов с общей суммой финансирования 46 миллиардов рублей. На днях льготный заем получил уфимский производитель полимерной упаковки. 140 миллионов предоставили на 5 лет под 1% годовых. Деньги пойдут на модернизацию производства импортозамещающей продукции. Ранее ее завозили в Россию из Украины и Европы. На сегодня мы производим упаковку в основном для рынка продуктов питания. Завтра с этим оборудованием сможем производить упаковку типа бытовой химии, упаковку для кормов, для животных. Немного более сложная упаковка, она более многослойная. Там применяется другая технология склеивания между собой упаковки. Технические нюансы, но это другое оборудование. Точнее, оборудование с другими возможностями. Привлеченные средства завод направит на закупку, доставку и монтаж 5 единиц оборудования. За счет увеличения производственных мощностей выпуск продукции вырастет до 6000 тонн в год. Объем реализации на 75%. Модернизация производства даст компании 26 новых рабочих мест. Из них 19 – высокопроизводительных. Эксперты прогнозируют, что с привлечением льготного кредита компания повысит производительность труда на 35%. Озеро Банное в Обзелеловском районе построит всесезонный курорт Икетау. Соответствующее соглашение подписали на полях инвест Сабантуэ за Урали и руководство предприятий министра предпринимательства и туризма Рустам Авзалов. Предполагается, что инвестиции в проект достигнут 5,5 миллиарда рублей и планируется создать порядка 500 новых рабочих мест. Также было подписано соглашение о реализации проекта по строительству санатория «Якутовский соленый источник». На территории Куюргазинского района. Планируется создать номерной фонд на 750 человек в летнее время и 450 человек в зимнее. С директором компании «Созвездие первых» Альбиной Гизатульной заключено соглашение о сотрудничестве по созданию круглогодичного оздоровительного центра отдыха в Уфе с 25 новыми рабочими местами. Объем вложений по приоритетному проекту составит 110,5 миллиона рублей. В продолжение темы в Сибае подписали и 9 соглашений на строительство объектов придорожного сервиса на общую сумму 1 миллиард рублей. Один из самых капиталоемких проектов – это придорожка в Нагаево за почти 255 миллиона. Комплекс компании «Виктория» вдоль автодороги Уфа-Охлебинина будет включать в себя кафе, объекты торговли, автосервис, автомойку и стоянку. Сроки реализации до 2026 года. Как сообщил министр торговли и услуг региона, также подписано соглашение о сотрудничестве с компаниями «Гульшат», международный транспортный сервис и управляющая компания «Город». Последнее создаст многофункциональный сервис в селах Булгакова и Дорогина. Еще одним важным направлением переговоров на полях форума в Сибае стали договоренности, достигнутые с крупными федеральными торговыми сетями. Так подписано соглашение с руководством сети «Магнит» о поставках фермерской продукции башкирского производства в рамках механизма агроконтрактов. Для этого будет активизирована работа агропромышленного кластера для консолидации небольших объемов продукции. Наша задача – консолидировать объемы фермерских товаров, чтобы они могли отвечать требованиям, которые сегодня предъявляет крупная федеральная торговая сеть. Цель – увеличение продукции локального производителя в общем обороте торговли Республики Башкортостан. В сети «Магнит» говорят, что через два года по специальным агроконтрактам будут поставлять более 80% всей российской продукции, в частности овощей и фруктов. Эксперты добавляют, что с начала специальной военной операции торговые сети стали лояльнее относиться к поставщикам, уменьшая штрафные санкции за брак и исключив возвраты. 1 июня в греческом зале Башкирского театра оперы и балета откроется выставка, посвященная необычным детям – героям фотоисторий, ребятишке с ограниченными возможностями здоровья. Однако с безграничными возможностями для самореализации справедливо отметили организаторы социального арт-проекта. Над снимками работал творческий тандем фотохудожников Элина Гарипова и Наталья Клих. Мальчики и девочки примерили на себя новые роли – отважного рыцаря, задумчивой пастушки, знаменитого актера. В дальнейшем выставка будет перемещаться по разным площадкам, чтобы больше людей смогли увидеть снимки, на которых характер и смелость и мечты. К проекту подключились партнеры – это представители СМИ, школы, творческие коллективы. Своего организатором выставки выступил Банк Уралсиб. «Основная цель – не сама фото-выставка, хотя работа, конечно, очень сильно впечатляет. Основная цель – это реализовать мечты этих детишек. У них очень все разные. Кто-то болеет за хоккейные команды и хотел поприсутствовать на матче и прям постречаться с игроками нашего хоккейного клуба «Слават Юлаев». Кто-то хочет в студии спеть и записать песню, кто-то выступить на сцене. На самом деле все эти мечты – они реализуемы. Некоторые желания у детей исполнялись еще до открытия экспозиции. Так 11-летний Валерий Половаев провел символическое вбрасывание шайбы на льду под аплодисменты тысячи болельщиков. Софью Бондаренко записали для творческой заявки на участие в Уфимском музыкальном конкурсе. Все герои фотоснимков станут почетными гостями на открытии выставки. В день открытия вход для всех желающих будет свободным. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.